На самом деле я немного удивлен тому, что в голосовании за тему для этого ролика с нехилым отрывом победила именно эта тема. Ладно, несмотря на то, что рубрика по сути подразумевает банальный пересказ разной крепоты, попробую и тут в***нуться и нарыть инфы, которые никто нигде не упоминал, чтобы отличаться от других подобных роликов. Может и получится. Итак, вы на канале BTD, это рубрика интернет фольклор, заваривайте чай, мы начинаем. Вы слышали когда-нибудь словосочетание сенсорная депривация? Если кто-нибудь не знает, сейчас поясню. Сенсорная депривация это состояние, в котором внешняя среда перестает воздействовать на один или более органов чувств. Оно не особо приятное и ему особенно подвержены космонавты, ибо кроме того, что на орбите маловато звуков, так еще и из-за невесомости чувство осязания возникает гораздо реже. Так еще и невесомость вносит свой вклад в это дело. Именно это состояние напрямую связано с Тихим Домом. И речь идет о группах смерти ВКонтакте от Синий Кит. Да блять, нет! С этим он вообще никак не связан. Ладно, давайте по порядку. По легенде, Тихий Дом это одно из самых труднодоступных мест в интернете. Мол, найдя это место, человек получит настолько сильную, так скажем, меметическую угрозу, что тут же получит перманентное состояние сенсорной депривации вообще всех чувств. И каким образом эту легенду связали с Синим Китом, для меня на самом деле до сих пор загадка. А теперь смотрите, что делаем. Упоминание Тихого Дома в интернете раньше конца 2012 года мне найти не удалось с одним но. Тихий Дом упоминается вот в этой карте уровня интернета. Запоминаем якобы ее дату создания и ищем. И тут есть маленькая загвоздка. Мне удалось найти эту пикчу в посте за 15 декабря 2011 года. Во всей видимости, дата создания врет. И вот какая картина у нас получается. Идея Тихого Дома, как место, которое напрямую связано с меметикой, появилась в конце 2011 года. Буквально за неделю до создания организации Synthetical Science. Ребят просто помешанных на меметике. Интересное совпадение, не правда ли? Но прямых доказательств этого нет. Их сайт удален, а на сохраненных страницах упоминания Тихого Дома не встречаются. Поэтому приходится довольствоваться лишь косвенными. Но это еще не все. Ну согласитесь, вот это описание Тихого Дома, которое я привел, ну че это? Ну текста мало, ничего не понятно. Видимо, так подумал наш старый добрый знакомый Амнезия333. И решил самостоятельно расширить лор этой легенды. По его мнению, попасть в это место можно несколькими способами. Вот прям выбирай на вкус и цвет. Первый, самый адекватный, попробовать поискать в интернете. Второй, через телефонную связь. Алло, это Тихий Дом? Ты опять выходишь на связь, мудила. Третий, инфоперегрузка. Четвертый, попасть в него через сон. Там всякие зеркала надо поставить в темноте будильник, завести ноутбук, записки и так далее. Меня сейчас кинуло в дрожь. Сразу говорю, это очень страшно читать. Но давайте продолжим. Мало кто знает, но изначально Арпу хотели делать так, чтобы как в фильме начало в неё можно было попасть только через сон. Но от этой идеи отказались. А Тихий Дом? Это отголоски тех времён. Поэтому, хоть он и в интернете, попасть в него можно через сновидение. Ты иди, блядь, пока не поздно, психиатр. Ты же ёбнулся. Но нельзя сказать, что статья амнезии полностью состоит из подобной чуши. Вот тут, например, есть ценная информация. Например, он говорит, что ему не 12 и даже не 13 лет. И что его хотели убить два черта. Вот вы охерели? Человек на своём горбу из ада вытаскивает файлы смерти, а вы его грохнуть решили? Вы ебанутые? К слову, если вы будете гуглить Тихий Дом, то наверняка вам встретится одно число. 49 406. Оно напрямую связано с так называемым проектом Город. Проблема города в том, что за давностью лет не осталось практически ничего. Кроме статьи амнезии, разумеется. Но давайте в этот раз без него. Итак, эта задумка упоминается с 2011 года. Но ничего конкретного, кроме картинок с типа криповым текстом и фотками с выкрученной контрастностью на максимум, что превращает любую фотографию в какую-то адскую сатану, нет. Мне очень понравилось тут вот, где написано... Сейчас, вот, продолжим, была постапутация чё-то, ещё жива, ещё... Короче говоря, где это, блядь? А, во! Они пришли в неё... Схожие картинки. Да-да, они пришли в неё, нашёл своего больного в тебе. Сука, порнуха ебаная, ты понимаешь? Слушай, по-моему, из какого-то паблика в ВК, если я не ошибаюсь. Да-да-да, я там всё объясню, но смотри, вот тут... Я тут, я первый раз читаю такой, думаю, уточка информации. Думаю, какая в езду уточка? Это утечка! Если видеть это здесь... Не, не у... Не толку. Не, а, не толку, а не скоро, жди. Это, видимо, про уточки. Не, пи-пи-пи-дец, вот найти бы этого человека, который придумал такую идею, вот, писать таким образом, подойти к нему и спросить, Нахуй ты это делаешь, ничего, блядь, непонятно, это чё, смешно, что ли, блядь? Вот что тут, я до сих пор не могу понять, чё тут написано. Тепло, тёмный уровень, 9 лет назад, слишком долго, врач бессилен, кисель, сращение ткани, а... Ай, костопра, блядь, кисель, сука, то уточка, то кисель, то, блядь... Я статировал, я констатировал. А, это даже... Братан, братан, статировал, я тебе говорю. Блядь! Пиздец. Вот кто так придумал это писать? Я не понимаю. Процесс слишком далеко, чтобы... Блядь, я просто вот констатировал, уточки, кисель, я... Ну, в общем, понятно, что это как-то связано с тематикой больниц. Ну, и это, собственно, вся инфа. Ну, вернее, не совсем, там, эм... Короче, в начале 2018 года кто-то на двачей решил поднять вопрос, что это за фотки, собственно, были. И в трэд внезапно вкатился один двачер, который представился как бывший участник этого проекта. Если вкратце, он рассказал следующее. Эти приколисты хотели имитировать деятельность секты, помешанной на больницах, врачах и так далее. Поначалу эта тема всем понравилась, но как всё до что до дела, то вдруг выяснилось, что никто не хочет пачкать руки, ибо менты могут неправильно понять, или вообще неравнодушные граждане могут найти и дать по лицу, поскольку станистов никто никогда не любил. Ну и ничего, кроме этих картинок, от них не осталось. Кто же стоял за всем этим? Никогда не догадаетесь! На удалённом сайте Synthetical Science можно прочитать, что они берут на себя ответственность за попытку создания этого проекта. Дело раскрыто! Сказал бы я, если бы, блядь, всё было так просто. Я тут нашёл один блог, в котором есть интервью якобы с одним из сенсаевцев. Тут он описывает, что их город, если я правильно понял, это чуть ли не плагиат концепции общих снов из фильма Начало, но это не суть. Главное то, что никаких упоминаний сект тут нет. И вот что мы имеем. Во-первых, нельзя проверить, реально ли тот двачер был участников города, а на ним из интервью с сенсаевцем. К обоим случаям доверия мало, ибо проверить невозможно. Получается следующее. Либо Synthetical Science признали, что они авторы тех фоток, либо же они разрабатывали свой проект, связанный с меметикой. Ну или, может, эти картинки есть часть меметического проекта. А теперь давайте вернёмся в начало ролика и рассмотрим вот эту карту. Давайте честно, кому нужен этот таймлайн? Может, я сейчас вообще ролик задом наперёд пущу, да и что вы мне сделаете, я в другом городе. Так вот, если верить этой карте, то интернет делится на 4 уровня. A, B, C, D. Давайте по порядку. Уровень D это обычный наш интернет, о нём нечего сказать, ибо он не выделяется чем-то особенным, да и вообще скучный. Уровень C это Darknet с небольшим налётом, ну, не мистики, но лженаучных концепций. Например, вот. А вот уровень B. Скажем так, если составитель этой карты ранее как-то сдерживал себя, то тут он разгулялся по полной. Тут просто чё только нет. Ютуб уровня B, тихий дом, несуществующие протоколы и даже смерть там сидит. Боюсь даже предположить, что же на уровне A. Скутеры. Кстати, о ютубе уровня B. С ним вообще интересная история приключилась. Многие вспомнят старый ролик юзернейм 666. Он был загружен на ютуб 27 февраля 2008 года пользователем nana825763. Это же было 13 лет назад, как быстро время летит. По сюжету некий человек вписывает в поисковую строку после ютуба три шестёрки. Поначалу у него ничего не получается, но после 13 обновления страницы, что-то начинает происходить. Сначала все надписи меняются на три шестёрки, потом всё окрашивается в красный, а потом и вовсе начинает происходить какой-то пиздец. В конце из монитора выскакивает рука и почему-то ролик заканчивается настройкой таблицей. Возможно это намёк на то, что это был взлом телеканала. И вот изначально это был обычный криповый ролик, ничего более. Да, некоторые энтузиасты писали крипипасты по мотивам, но вы наверняка о них даже не знаете. На вторую жизнь этому ролику дали нетсталкеры. Они придумали легенду, мол так выглядит ютуб уровня B, то есть на два уровня ниже обычного. Ну и вот эта тема с ютубом уровня B несколько лет назад так всех задолбала, что даже, как мне кажется, в кругах шизо-сталкеров в неё никто не верит. Разумеется, ролик постановочный. Это можно понять не только потому, что почему-то в конце с какого-то хуя вылетает настроечная таблица, но и по небольшим косякам анимации. Например, смотрите, вот с курсором всё нормально, и тут внезапно его нижняя часть обрезается. Из-за того, что её перекрывает нарисованный в фотошопе задник. Или же, когда камера отдаляется или приближается, курсор не меняет размер. Видимо, NANA анимировал движение камеры не через 3D камеру, извиняюсь за тавтологию, а изменяя размер слоёв и что-то проглядел. Но я не хочу ничего сказать плохого, наоборот, респект, прям. Подобный ролик сделать не то, что сложно, а скорее долго. Возможно, именно поэтому за некоторыми мелочами он не уследил. К слову, раньше, помимо ролик про юзернейм 666, NANA записывал и другие криповые ролики, но сейчас он пилит летсплеи по Майнкрафту. Вот небольшой фрагмент. Ну и вот как-то внезапно на летсплее по Майнкрафту от японца мой ролик подошёл к концу. Я ещё не знаю, может, если вам понравится ролик, я выпущу продолжение, в котором разберу все уровни интернета полностью, просто о них мало информации, в этом проблема. Но зато всё уместится в один ролик. В общем, был у меня ролик про нормальный надсталкинг, сейчас, пожалуйста, по вашим заявкам сделал, по сути, про шизосталкинг. Так зачем же подобные легенды создавались? Ну, думаю, понятно, что для того, чтобы привлечь больше людей, ибо в надсталкинге, как вы уже знаете, много людей не бывает. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!